МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации. В ближайшие два года долю госучастия планируют сократить в Росгидро, Совкомфлоте, Транснефте, Ростелекоме, Россетях и в объединенной зерновой компании. Заработать на этом российские власти хотят 20 миллиардов рублей. Центробанк переводит активы из американских банков в китайские. Впервые Китай занял первое место по иностранным вложениям. Более 13% российских золотовалютных активов находятся именно там. В США по-прежнему около 9%. Коммерсант выяснил, каким образом Ростех планирует развивать объединенную авиастроительную корпорацию. Среди вариантов сокращение производственных площадей штата и конструкторских бюро и создание авиакомпании, которая летала бы только на суперджетах и МС-21. Любой из вариантов предполагает госпомощь на 350 миллиардов рублей. Столько сейчас безвозвратных долгов у корпорации. Путин тем временем присвоил Чемизову звание Героя России за повышение обороноспособности страны. Замглавы Аэрофлота Александров задержан по делу о мошенничестве, сообщает Интерфакс. Александров заключал по завышенным ценам контракты со знакомыми адвокатами. Следствие полагает, что таким образом топ-менеджер заработал около 250 миллионов рублей. В Аэрофлоте заявляют, что замдиректора ни в чем не виновен. Главу подмосковного штаба юнармии на августа задержали по подозрению в совращении 15-летней школьницы. В полицию заявила директор школы, в которой учится девятиклассница. Сам 43-летний стрейкболист уже дал признательные показания. Торгово-промышленная палата хочет создать в России институт частных судебных приставов. Они будут подчиняться федеральной службе и займутся сбором долгов с юридических лиц. Таким образом, в стране будет три института по работе с должниками. Федеральные приставы, частные приставы и коллекторские агентства. В Иране за коррупцию к пяти годам тюрьмы приговорили брата президента Рухани Хасана. На момент ареста в 2017-м он был советником президента. Местные СМИ напоминают, что нынешнего главу государства избрали именно за обещание побороть коррупцию. Бывший спецпредставитель США по Украине Волкер и бывший американский посол в Киеве Йованович дадут показания в Конгрессе. Это необходимо для принятия решения об импичменте Трампа. Сам он называет это госпереворотом. Конгрессмены тем временем требуют рассекретить еще одни переговоры американского президента. На этот раз с Путиным. Госдеп одобрил продажу Украине противотанковых комплексов «Джевелин» на 39 миллионов долларов. Всего Вашингтон планирует вооружить Киев на 250 миллионов. А Северная Корея запустила очередную ракету, предположительно, с подводной лодки. В Финляндии бастуют работники почты. Около 700 человек протестуют против снижения зарплат. Ему резали оклады на 30-50%, а разницу обещают выплачивать за хорошую работу. В правительстве считают, что у почтовых работников и так слишком высокая зарплата – около 2000 евро. В Индии вступил в силу общенациональный запрет на пластик. Полностью избавиться от пакетов, стаканчиков и одноразовой посуды страна планирует в течение пяти лет. Сегодня же там проходит всеиндийский субботник по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди. Псковская журналистка Прокопьева, обвиненная в оправдании терроризма, опубликовала открытое письмо о своем уголовном деле. Ей грозит до семи лет тюрьмы или штраф в миллион за колонку о взрыве в Архангельском отделе ФСБ. Прокопьева заявляет, что лишь анализировала причины теракта, а дело против нее называет попыткой подавить свободу слова. Власти Иркутской области планируют выписать премии чиновникам, которые участвовали в ликвидации паводка. 337 миллионов рублей им заплатят за сверхурочную работу. Как сообщают иркутские СМИ, из 3000 семей, лишившихся крова, полную компенсацию получила всего одна. Еще 130 выплатили лишь часть суммы. В Комсомольске-на-Амуре тем временем вице-премьер Трутнев осмотрел дамбу, которую строят уже 6 лет. На проект ушло более 10 миллиардов рублей, работы до сих пор не завершены. К процессу подключили прокуратуру. С июля в Хабаровском крае введен режим ЧАЭС, подтоплено более тысячи домов. В Москве объявили голодовку работники мелькомбината в Сокольниках. Предприятие, основанное еще в конце 19 века и снабжающее мукой половину столицы, объявлено банкротом. Сотрудникам не платят уже год. Они призывают московские власти и прокуратуру спасти комбинат и рабочие места. Дом-музей маршала Конева в Кировской области предлагают перевести в областной центр. С этой инициативой выступил глава Следственного комитета Бастрыкин, который также состоит в Оргкомитете Победа. Дом, где жил Конев, находится в деревне Ладейно. Это 6 часов езды от Кирова. Население деревни – 14 человек, и следить за музеем там просто некому. В России стали меньше пить. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что с 2003 по 2016 год количество алкоголя на душу населения снизилось на 43%. Смертность также упала почти на 40%. Причем, как отмечают эксперты, динамика среди мужчин лучше, чем среди женщин.